Здравствуйте! В эфире телеканала CBC, передача «Экономика дня» и я, ее ведущая, Елена Косолапова. С 1 января 2022 года в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева в Азербайджане повышаются зарплаты, социальные пособия и пенсии для ряда категорий населения. Повышение коснется более 2 миллионов человек. Подробнее о том, кому ожидать прибавки в кошельке в следующем году, как это будет способствовать повышению социального благосостояния населения и, в частности, его наиболее уязвимых групп, будем говорить с нашим гостем. Это Ильшат Мамедов, председатель общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета. Ильшат Малим, здравствуйте! Спасибо большое, что пришли к нам, согласились ответить на вопросы. Спасибо за приглашение. Хочу начать с такого вопроса. Расскажите, пожалуйста, вкратце, каких категорий населения в целом касается этот указ, эти указы, которые вышли за последние дни, какие категории населения получат прибавку в пенсии, в зарплате, в пособиях? На самом деле, надо отметить, что это очередной социальный пакет в рамках тех реализуемых мероприятий по увеличению социальной составляющей с точки зрения в целом экономического управления. Надо отметить, что начиная с 2018 года мы становимся уже свидетелями очередного такого крупного достаточно и широкоформатного механизма социальной поддержки населения. И здесь, непосредственно касаясь той части вашего вопроса, насколько это будет широкоохватным, я хочу отметить, что мероприятия, которые начали реализовываться в плане повышения в целом фонда заработной платы в стране, пенсий, пособий, разных конкретных пособий по категориям населения, это будь то люди, которые получали соответствующие звания заслуженных деятелей по разным сферам их деятельности. Вместе с тем, если речь идет о пособиях по инвалидности, то по разным категориям для них также предусматривается по этим пресловутым социальным пакетам повышение выплат. То есть, все эти мероприятия носят системный характер и, как вы уже отметили, более 2 миллионов человек это будет охватывать. И, естественно, если взять среднестатистическую семью в составе 4 человек, то это почти что охват всего населения нашей страны. И вместе с тем мы становимся свидетелями достаточно устойчивых, позитивных трендов по целому ряду направлений, о которых я хотел бы чуть поподробнее рассказать. Если рассматривать международные нормативы и критерии, то одним из важнейших универсальных показателей является соотношение фонда заработной платы в стране в целом к объему национальной экономики, то есть к универсальному показателю воловому внутреннему продукту. Так вот, если на 2018 год это соотношение составляло чуть более 10%, в течение последних трех лет в Азербайджане по этому индикативному показателю наблюдается прирост примерно в два раза. То есть сегодня уже, и учитывая вот этот пакет социальный, соотношение фонда заработной платы по стране, сюда входит и государственный сектор, и негосударственный, к воловому внутреннему продукту будет уже более 20%. Может ли это считаться для нас уже достаточным показателем? Несомненно, что нет, несомненно, что мы еще должны наращивать эти показатели, но согласитесь, что в течение трех лет довести этот показатель до нынешнего и фактически добиться двукратного прироста, потому что объем экономики тоже меняется. То есть здесь индикативный показатель именно соотношения фонда заработной платы к воловому внутреннему продукту. Здесь мы видим, безусловно, позитивный тренд, и фактически Азербайджан стремительно движется в сторону укрепления своего статуса как социального государства. Это очень важно. Вместе с тем, что я еще хотел бы отметить, индикативные показатели имеются с точки зрения социального развития и социальной поддержки уровню жизни в стране. В частности, показатель минимальной заработной платы. Здесь уже после внедрения нового пакета в сравнении с 2018 годом примерный прирост уже будет более чем в два раза. Потому что когда уровень минимальной заработной платы составлял 250 монат, уже мы видели, что примерно в два раза минимальная зарплата повысилась. А теперь после нового пакета, когда минимальный уровень оклада труда будет составлять 300 монат, мы видим, что уже по сравнению с 2018 годом, то есть три года, это, согласитесь, небольшой срок, прирост более чем в два раза. Еще какие особенные маркеры существуют именно по нынешнему социальному пакету и вообще за эти преобразования трех лет, которые особенно нужно, думаю, отметить. В Азербайджане фактически впервые начали внедрять уже на основе официальных данных показатель медианной заработной платы. Это очень важно, потому что на самом деле средняя зарплата далеко не всегда отражает уровень социального благополучия, именно уровень социальной поддержки населения в целом по обществу. Потому что, если, к примеру, я получаю 5000 монат в месяц, а вы получаете 500, то средняя зарплата, естественно, что будет сюда. То есть есть средняя арифметическая, есть медиана, которая половину населения получает больше, а половину населения получает меньше. Медианная зарплата абсолютно правильно, как раз таки это средняя точка зарплатного ряда по всей экономике страны. И она, вот эта медианная зарплата, безусловно, более реально показывает картину, которая сложилась в стране с фондом заработной платы, с его структурой. И фактически показывает среднюю зарплату среднестатистического нашего гражданина. И вот в этом плане мы можем констатировать, что даже до повышения, которое предусматривается с начала 2022 года, медианная зарплата в стране выросла на 74%, тогда как средняя на 37%. То есть здесь мы видим опережающий рост именно по более индикативному показателю. Вот это крайне важно отметить, что мы фактически не просто повышаем, скажем, минимальную заработную плату или фонд заработной платы по стране. Мы добиваемся того, чтобы среднестатистический наш человек получал бы значительно больше, и этот его прирост зарплат опережал бы инфляцию. Вот это очень важно, потому что надо признаться, что инфляция это сегодня бич вообще в целом мировой экономики. Мы вынуждены бываем в значительной степени импортировать инфляцию, которая сегодня на мировых рынках. И для того, чтобы эффективно бороться с последствиями инфляции, нужно, конечно же, в опережающем формате наращивать социальные расходы. И вот этот вот устойчивый тренд на прирост социальных расходов, и то же самое нужно отметить и по пенсиям, что сегодня ожидается также соответствующие решения по пенсиям. И я думаю, что повышение пенсий, конечно же, должно соответствовать в целом и повышению фонда заработной платы в стране. Что же касается вот этого фонда заработной платы, я здесь хочу еще раз подчеркнуть один очень немаловажный момент. Зачастую возникает вопрос, а как это будет влиять на зарплату в негосударственном секторе. Вот это тоже очень важный момент, потому что сегодня значительная часть нашего населения трудится уже в негосударственном секторе. Это и понятно, потому что мы сформировали рыночную систему экономики. Но здесь очень важный момент. Когда мы повышаем минимальный размер оплаты труда, значит автоматически это влияет на частный сектор. Потому что меньше платить частный сектор уже не может. Вот это очень важный момент по корреляции между минимальной заработной платой и зарплатой в частном секторе. Еще один момент связан с тем, что государство, повышая заработную плату в госсекторе, автоматически добивается того, что это стимулирует прирост заработной платы в частном секторе. Потому что в случае, если частный сектор не будет подтягиваться за этим приростом, то естественно, что он будет терять конкурентные возможности. И поэтому иногда даже вынужден бывает частный предприниматель, наблюдая за тем, что происходит повышение зарплат в государственном секторе, тоже повышать фонд заработной платы у себя в предприятии. То есть это безусловно играет позитивную роль как в целом, так и структурно по заработным платам. Вместе с тем, конечно же, нужно иметь в виду, что этот процесс носит последовательный характер уже в течение последних трех лет. И если мы обратимся к примеру развитых в экономическом плане стран, то мы можем легко заметить, что устойчивым трендом последних десятилетий является то, что фонд заработной платы повышается. И государство все большую часть национального дохода перераспределяет, возвращает население. И тем самым, вы знаете, это с одной стороны, конечно же, социальная поддержка населения, широкие категории населения. И это, несомненно, основная миссия государства. Но вместе с тем, мы тем самым поддерживаем внутреннюю покупательную способность в отечественной экономике. И тем самым, мы, с одной стороны, стимулируем экономический рост, но и вместе с тем, мы стимулируем импортозамещение. То есть решение социальных вопросов в отрыве от экономических невозможно. Поэтому эти мероприятия, безусловно, будут играть стимулирующую роль для прироста отечественной экономики в целом. Но, конечно же, они должны быть дополнены и мерами, соответствующими дополнительными, системными мерами по наращиванию экономической активности в стране, по приросту инвестиций, по открытию новых рабочих мест. Потому что нужно признать, и особенно в условиях рыночной экономики, что государство не может на себя взять всю миссию с точки зрения социального и материального обеспечения населения. Ишат Малим, но все-таки я бы хотела с вами подробнее поговорить по поводу государственной поддержки населения. Мы видим, что бюджет Азербайджана становится все более социально направленным. Если взять бюджет на следующий год, мы видим, что примерно треть расходов рассчитаны именно на социальные нужды. О чем свидетельствует этот факт? Ну, знаете, опять-таки я хочу вернуться к тому вопросу, что сегодня мы уже с уверенностью можем констатировать, по мировому опыту, что те государства, которые большую часть национального дохода через госбюджет возвращают, перераспределяют в экономике, они добиваются устойчивых конкурентных преимуществ. Потому что, вот обратите внимание, сегодня основные направления нового технологического уклада в мировой экономике, это направления наукоемки, это направления, требующие соответствующего развития человеческого капитала. Фактически человеческий капитал стал приоритетным. И расходы на человеческий капитал уже значительно превышают расходы на физический капитал, на построение заводов, фабрик, станков, оборудования. И это все не случайно, потому что доминирующую роль мировой экономики начинают приобретать сферы, связанные непосредственно с человеком, с его саморазвитием, с развитием человеческого капитала. Это наука, это образование, здравоохранение, которое превратилось в крупнейшую сферу вообще мировой экономики. И это те сферы, куда в большей степени инвестировать должно государство. Или если государство не инвестирует путем непосредственных бюджетных расходов, то хотя бы государство должно создавать условия для того, чтобы денежно-кредитная политика была направлена в стимулирующем формате именно на развитие этих сфер. Потому что в этих сферах частный сектор всегда участвует, во всех странах неохотно. И вот государство здесь как раз носит миссию, несет с собой миссию, которая связана с тем, чтобы простимулировать прирост инвестиций в эти сферы. Но для этого государство, конечно же, должно предоставлять соответствующие гарантии. И направление существует в этих сферах, которые связаны с человеческим капиталом, куда исключительно во всех странах мира направляют свои средства государство. То есть здесь должна быть такая комбинированная инвестиционная политика с упором, конечно же, на развитие человеческого капитала. И вот вы упомянули о том, что ежегодно бюджет нашей страны фактически растет. Это очевидно. Но вместе с тем мы добиваемся и структурных, позитивных трендов внутри самого бюджета, внутри самих расходов бюджета. И сегодня вместе с тем мы должны также посмотреть на тренд успешных в экономическом плане стран. Сегодня в тех самых странах примерно 50% национального дохода уже, а в некоторых и 60% перераспределяется через госбюджет в экономику. То есть участие государства на самом деле в перераспределении национального дохода растет. Но вместе с тем надо понимать, что в условиях рыночной экономики все бремя расходов государство, конечно же, взять на себя не может. Поэтому с одной стороны бюджетное стимулирование, в том числе через прирост социальных расходов. Но и вместе с тем необходима и соответствующая денежно-кредитная политика, чтобы экономическая активность росла, чтобы наблюдался значительный позитивный тренд в сторону увеличения рабочих мест. И вместе с тем обратите внимание, если речь идет о наукоемких сферах, там же ведь и заработная плата значительно выше, потому что там и квалификация более высокая. Поэтому, несомненно, социальные вопросы должны найти свое отражение через решения экономических в том числе. Через прирост инвестиций, через прирост объема наукоемкой продукции, через экспорт в большей степени высокотехнологичной продукции, продукции с более высокой добавленной стоимостью. Потому что одно дело вы производите и экспортируете сырье, а другое дело готовую продукцию со значительно более высокой стоимостью. И поэтому все это, конечно же, в конечном счете будет отражаться и в социальной сфере. И я более чем уверен, что если нам удастся повышать конкурентоспособность нашей экономики, как в региональном, так и в мировом масштабе, то перспективы с точки зрения бюджетного процесса у нас существенные. Я считаю, что потенциал нашей экономики позволяет говорить о том, что мы можем выйти на траекторию экономического роста не менее 5% в год ВВП и наращивать бюджетные показатели. Думаю, что мы уже в среднесрочной перспективе можем говорить о расходах бюджета в размере 40, как минимум 45 миллиардов монад. Как было уже отмечено, более 2 миллионов человек в Азербайджане увеличат свои доходы, соответственно, они смогут тратить больше. Как это отразится на экономической активности в стране? Безусловно, это стимулирование экономического роста, потому что любое повышение социальных расходов в конечном счете так или иначе сказывается на рынке. А рынок, он фактически, в случае, если в нем покупательная способность растет, он стимулирует и экономический рост, и ту самую деловую активность, о которой вы упомянули. И здесь очень важно отметить, что дело в том, что у нас в стране в течение последних трех лет механизмы реализации социальной поддержки, механизмы прироста социальных расходов, они не играют отрицательного влияния и не имеют отрицательного влияния на показатели инфляции. Вот зачастую задаются вопросы, что вот не приведет ли повышение заработных плат, социальных выплат в целом к приросту инфляции тоже. Но здесь очень важно отметить, еще раз я хочу подчеркнуть, что это крайне важно правильно анализировать ситуацию, которая сформировалась в экономике, и причинные факторы. Вот здесь очень уместно будет отметить, что, к сожалению, не всегда правильный анализ и правильную диагностику инфляции реализуют. На самом-то деле инфляция это очень сложный и многогранный процесс. И если обратить внимание на структуру и природу инфляции в Азербайджане, у нас за все последние годы не было инфляции, связанной с излишней денежной массой. У нас даже сегодня наша национальная экономика нередомонетизирована. То есть даже сегодня имеется потенциал для прироста наших социальных расходов, и мы будем это делать. Но дело в том, что повышая денежную массу, мы вместе с тем должны и увеличивать объем инвестиций в экономику стран. Это тоже должно быть в каком-то синхронном формате. Но непосредственного влияния повышения денежной массы, повышения расходов на социальную сферу, на инфляцию не имеет. Потому что у нас инфляция не монетарная, у нас инфляция издержек, что связано с тем, что у нас все еще есть определенная зависимость на внутреннем рынке от импорта. А в случае, если вы импортируете товары, которые повышаются в цене в мировом рынке, так и естественно, что эта инфляция будет импортироваться и на ваш внутренний рынок. И кроме того, есть определенные проблемы по товарным цепочкам. Мы это все видим. И в основной своей массе инфляционный всплеск в Азербайджане связан либо с импортами инфляции с мирового рынка, либо с теми проблемами, которые есть с точки зрения цепочки поставок товаров. Поэтому я считаю, что вот этот пакет, связанный с повышением социальных пособий, выплат, пенсий и в целом социальными расходами, не будет играть негативного значения с точки зрения прироста инфляции. И ожидать какого-то всплеска инфляции, связанного с приростом заработных плат, в Азербайджане не приходится. — Ильшат Малем, среди тех, кто получит повышение зарплаты, в том числе педагоги, это и педагоги средних учебных заведений, и высших, средних, специальных, студенты получат прибавку к стипендии. Скажите, как это все отразится на системе образования в нашей стране? — Вот это тоже очень на самом деле важный вопрос. И я не случайно затронул сферы, связанные непосредственно с человеческим капиталом. Образование — это, несомненно, одно из центральных звеньев в этом плане. И мы видим, какие качественные сдвиги происходят в целом, в мировом масштабе сферы образования. Фактически образование превратилось в беспрерывный процесс. Человек, если раньше, лет 30-40 назад, после завершения средней школы получал пятилетнее образование в высшем учебном заведении, фактически для него механизм, связанный с получением образования, прекращался. Ну, кто-то там продолжал научную деятельность, но для абсолютного большинства населения на этом фактически процесс образования прерывался. Сегодня же мы видим, что настолько быстро меняется динамичный рынок труда, что сфера образования превращается в поистине беспрерывный процесс саморазвития человека. И поэтому здесь очень важно, чтобы государство поддерживало, стимулировало эту сферу, чтобы государство создавало условия, чтобы люди, которые занимались бы саморазвитием, самообразованием, которые бы тратили большее внимание для своего развития, для своего интеллектуального потенциала и его самореализации, чтобы эти люди получали бы соответствующую поддержку и стимул. Поэтому я считаю, что нам нужно в последовательном и в опережающем формате увеличивать расходы на образование. И очень отрадно, что сегодня студенты, в отличие от наших лет, они фактически получают соответствующие выплаты, соответствующие стипендии. И что еще нужно отметить, что за свои академические успехи они получают прирост и какие-то дополнительные отбавки. Это крайне важно, это стимулирует людей к саморазвитию. И вместе с тем, конечно же, в приоритете должно быть и то, что получатели вот этих дивидендов с точки зрения человеческого капитала, чтобы люди, которые в большей степени инвестировали в свое образование, они в дальнейшем, чтобы получая уже соответствующий уровень знаний и передавая следующему поколению, тоже получали бы мотивацию. Вот это крайне важно. И здесь, кстати, я хотел бы отметить еще один момент. Зачастую высказывается идея о том, что нужно еще больше выплачивать пособия, пенсии для каких-то категорий населения. Безусловно, все мы заинтересованы в том, чтобы прирост как по пенсиям, так и по заработной плате был в опережающем формате. Но вместе с тем, я считаю, что вот если рассматривать в целом социальную политику, необходима и здесь четкая дифференциация. Да, категория пенсионеров – это, безусловно, сфера непосредственной государственной поддержки. Вместе с тем, есть люди с ограниченными физическими возможностями. Это, безусловно, миссия государства – оказывать им всяческую поддержку. Но вместе с тем, если речь идет о трудоспособной части населения, то, на мой взгляд, более эффективным является мотивация к труду, к открытию новых рабочих мест, к повышению уровня занятости, к повышению уровня саморазвития этих людей. С тем, чтобы они выходили на рынок труда в более подготовленном, более конкурентоспособном формате. И это, в конечном счете, будет лучше жить для них, потому что, тем самым, они смогут получать уже не какие-то пособия, допустим, по безработице и так далее. Они будут получать оплату за свой высококвалифицированный труд. И тем самым мы будем и экономическое развитие в более усиленном, ускоренном формате обеспечивать. И вместе с тем, даже чисто с социальной точки зрения, это более эффективно, потому что эти люди будут с социальной точки зрения значительно более обеспечены. Поэтому я считаю, что, опять-таки, социальное развитие, социальная политика должна дополняться и соответствующими экономическими механизмами регулирования и ускорения экономического роста в стране. Также в следующем году планируется повысить расходы на науку, на 10% будет повышено по сравнению с этим годом. И, в принципе, поддерживают и тех, кто когда-то занимался наукой, но сейчас на пенсии, имеет научную степень. И тех, кто планирует, это студенты, магистранты, аспиранты, докторанты, тоже повышаются стипендии. Почему такие меры важны? Вот это крайне тоже важный вопрос. Знаете, в 90-е годы вот этот вот провал в целом, который в нашем регионе наблюдался с точки зрения развития фундаментальной и прикладной, особенно отраслевой науки, это все очень сильно сказалось и в том числе сказывается и сегодня, как на экономике, так и в социальной сфере. Поэтому я считаю, что нам крайне необходимо в опережающем формате заняться финансированием науки. И здесь есть международные нормативы доведения соотношения расходов на науку к воловому внутреннему продукту хотя бы до уровня 4-5%. Это есть международный норматив, и здесь нужно четко дифференцировать. Если речь идет о расходах на науку, то мировой опыт показывает, что фундаментальная наука – это практически полностью прерогатива государства. Это во всех странах мира, если посмотреть на их успешный экономический опыт. Если речь идет о прикладной и отраслевой науке, то здесь примерные пропорции 50 на 50. То есть государство опять-таки стимулирует проведение каких-то научно-седовательских, опытно-конструкторских работ, так называемых НИОКР. Но вместе с тем, тут уже более активно подтягивается и частный сектор. Но частный сектор должен получать соответствующую инфраструктуру. И вместе с тем, частный сектор должен получать соответствующие гарантии на то, что те инновативные решения, которые будут доходить до производства реальной продукции, частный сектор будет иметь оттуда какие-то экономические дивиденды. Поэтому здесь опять-таки роль государства трудно переоценить. Но вместе с тем, необходима четкая дифференциация участия государства и бизнеса. Еще нужно иметь в виду, что в целом мировой опыт говорит о том, что инновации менее чем на 10% доходят в конце концов до реального сектора экономики, до реального производства. И поэтому здесь есть риски. Спасибо вам, спасибо. К сожалению, передача наша заканчивается, на этом время ограничена. Спасибо большое, что пришли. Спасибо за приглашение. Напомню, что в эфире была передача «Экономика дня», вела ее я, Елена Косолапова. Говорили мы сегодня об ожидаемом с начала следующего года повышении зарплат и пенсии в Азербайджане. У нас в гостях был Ильшат Мамедов, председатель общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера. Субтитры подогнал «Симон»